На слиянии улицы Карла Маркса и Матвеевского шоссе в сольной аварии пострадала автолюбительница, которая на присыпанной свежим снегом дороге не смогла совладать заднеприводным автомобилем. На помощь ударившейся о руль женщине бросились пассажиры такси, ставшие свидетелями крушения. Военнослужащие, направлявшиеся в расположение части в Князеволконском гарнизоне, не пожалели времени, чтобы дождаться полицейских. Мы помогали, мы ее вытащили, посадили машину, согрели девушку, вытащили документы, вытащили ценные, вытащили, помогли девушке. Добровольных помощников сменили врачи. 29-летнюю автолюбительницу осмотрели в машине скорой помощи. Но ехать в больницу она отказалась. Ждать спешившего к ней супруга, горожанка осталась в патрульной машине. Уже постфактум она понимала, что справиться с машиной при таких погодных условиях была не в состоянии. Скорость была неразумной. О том, что превышения установленного порога скорости не было, говорили и свидетели. Однако назвать такой темп движения по скользкой проезжей части для автомобиля с ведущими задними колесами разумным сложно. Хотя ехавшему позади крест и автолюбителю на Тойоте Марк 2 преодолеть поворот в тех же условиях удалось. Ну и просто, мы ехали 60 на 60, и просто начала вилять, как бы занесло-занесло на обочину, получается. Ну, получается, она едет, в эту сторону ее вырулит, получается, и боком-боком, прямо в дерево, и все. От удара чугунную стойку фонаря креста лишилась колеса, а после врезалась в дерево. Обязательную процедуру освидетельствования на трезвость женщина прошла с нулевым результатом. С места происшествия Валентин Борозняк, Мария Склярова и Виталий Векслер.